В общем-то, регламент данной конференции поставил мне довольно сложное положение, потому что я не Эрдес Хемангей, который мог из шести слов сделать рассказ, но я постараюсь в 20 слайдах как-то изложить эту тему. Если что-то будет, так сказать, мной не досказано, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну, все мы знаем, многим из нас известно, что местные анестетики не зависят от того, они эфирной группы или амидной группы. В общем, фактически представляет себя гидрохлорид – продукт конъюгации соляной кислоты и молекулы местного анестетика, которая является слабым основанием, поскольку имеет вот эту самую третичную группу в своем составе, вне зависимости от того, какой это местный анестетик, амидный или эфирной группы. Ну, опять-таки, очень интересен процесс, так сказать, превращения порошка местного анестетика, вот этого гидрохлорида, в раствор. Там происходит диссоциация в два этапа, который, в общем-то, в результате которой образуется нейтральная молекула… На втором этапе образуется нейтральная молекула местного анестетика за счет присоединения гидроксил иона, который содержится в концентрации 10-7 моля на литр в воде. И из-за этого, значит, у нас образуется избыток протонизированных ионов какая-то, значит, образуется фракция нейтральных молекул и фракция катенизированных молекул, которые остаются с первого этапа растворения или диссоциации. Ну, в общем-то, вся эта ситуация определяется, в общем-то, через константу диссоциации, которую, в общем-то, химики любят не константу диссоциации, а отрицательный десятичный логарифм этого, так сказать, выражения, которое называется ПК. И через уравнение Гендерсон-Гассельбах, в общем, мы получаем, что при ПК это не что иное, как тот предполагаемый гипотетический PH внутренней среды организма, при которой концентрация местного анестетика в нейтральной форме будет равна концентрации местного анестетика в катенизированной форме. Хотя такого никогда не бывает, катенизированной формы всегда бывает больше. Итак, механизм действия местных анестетиков связан с наличием электрически нейтральных липотропных молекул местного анестетика, которые, в общем-то, и проникают через ионы поры клеточных мембран, в то время как положительно заряженный катенизированный ион этого сделать не может. А в чем смысл этого иона вообще? Зачем он нужен-то? Беда в том, что, значит, если вытетривать весь этот катенизированный ион, у нас весь раствор будет выпадать в прицепитат в осадок. И фактически не будет никакого местного анестетика ни в растворенном виде, ни в катенизированном, ни в виде нейтральных молекул. Например, лидокаин. При температуре 25 градусов фракция свободных молекул составляет примерно около 20 от общего количества местного анестетика. ПК – 7,7,9. А при 37,7 – 7,6. Бупиевокаин и ропиевокаин. Опять-таки, при температуре 25 градусов фракция свободных молекул составляет около 15% от общего количества местного анестетика. Вот такой расклад мы имеем. И поэтому у нас лидокаин, в общем-то, действует по большому счету и побыстрее. Наступает лидокаиновый блок, нежели, скажем, блок бупиевокаиновый. Хотя бупиевокаиновый блок держится дольше, поскольку молекул там крупнее, крепче связывается с липопротеинами и за счет этого обеспечивает более длительный эффект. А вот, опять-таки, наличие этой фракции катенизированных, так сказать, ионов местного анестетика обусловит его растворимость, поскольку вот в результате такого сдвига получается прецепитация. И, в принципе, вот это явление лежит в основе так называемой электрической потенциалометрии, которая, в общем-то, определяет уровень константа диссоциации местного анестетика при разных температурных режимах. Есть такие методики в аналитической химии и, в том числе, в аналитической фармакологии. Ну, к чему это все, опять-таки, было сказано? Ну, опять-таки, значит, у нас все красивые реформы идут сверху в нашей стране. И вот хорошее такое распоряжение, чтобы, значит, стать независимыми в плане, так сказать, медицинского обеспечения от импорта. И во что это все вышло? А вышло это вот в то, что у нас появилось очень много дженериков. Хотя, по большому счету, вот этот вот исходный материал, исходный, так сказать, порошок, который растворяется, из которого получают препарат, в общем-то, он как производился в Индии, в Китае, так там дальше и производится. Вот, и в результате того получилось так, что вместо, скажем, маркаина, вместо хирокаина, вместо ропивокаина, которым мы хотели бы работать, анестезиологи получают всякого рода дженерики, типа блокос, бувонистин, ну и так далее. Вот, их, как правило, никто не спрашивает, чем они будут работать. Купили, вот, и кушайте. Ну, что вот делать в такой ситуации? Куда, куда, как выкручиваться? Ну, вот цель. Цель, значит, как достигнуть эффективной нейроксиальной анестезии при использовании вот этих вот местных анестетик фастичного производства, которые являются дженериками путем разработки технологического решения, которое бы как-то позитивно повлияло на их физико-химические и клинико-фармакологические свойства. И опять-таки попутно решались задачи определить физико-химические особенности основных отечественных местных анестетиков, которые используются при спинальной анестезии, а также разработать эффективную, недорогую технологию этой спинальной анестезии, значит, путем, так сказать, мер по оптимизации раствора местных анестетиков отечественного производства. Ну, данное исследование выполнено на клиническом материале вот этого Республиканского научно-практического центра травм, который вообще в настоящее время является уже около года центром ковидологии, и неизвестно, вернется ли он в свое прежнее состояние или нет, но наблюдения были проведены, и кое-какие выводы, в общем-то, нами были сделаны. Насколько спорно они или бесспорно, это уже вы решите сами. Материалы. Как вот это все исследовалось? Материалы – это, значит, наши препараты, буванистин, блоков, естественно, препараты, так сказать, элитные, золотостандартные, в том числе и спинальный маркаин, который, в общем-то, по большому счету упразднен. И вот на этой аппаратуре изучались и константы диссоциаций при различных температурных режимах, а также изучалась удельная плотность при различных температурных режимах разных препаратов. Ну и вот получили мы вот такую таблицу. Мы видим, что вот есть такой у нас буванистин, который, в общем-то, даже в достаточно нагретом виде, он является гипербарическим раствором. За счет чего это случилось? Скорее всего, за счет того, что в его состав входит янтарная кислота, очевидно, значит, разработчики этого препарата хотели каким-то образом повлиять на головные боли, на процентах снижения, и поэтому они ввели в рецептуру вот этот вот раствор, который, в общем-то, привел к тому, что препарат получился гиперболичным. И вот эти все препараты исследовались вот на данной температуре. Мы видим, что, значит, при температуре тела все они практически гипербаричные, без исключения, за исключением буванистин. И также мы исследовали цереброспинальную жидкость, получали ее 2 мл, образец, и также использовали в этой аппаратуре, включали режим 37 градусов. Режимы 20 и 25 градусов мы не использовали, потому что, в общем-то, это как-то, посчитали это неактуальным. Значит, исследование было проведено на пожилых пациентах с проксимальным переломами бедренной кости, это и подвертельные переломы, это и переломы шейки бедра. В общем-то, согласно рекомендациям клиническим, эти пациенты оперировали в течение 48 часов от момента поступления в стационар. Метод анестезии – это была односторонняя спинальная анестезия в основной группе, а вот в контрольной там уже использовался хирокаин, обычная двусторонняя спинальная анестезия, в обедовая миллилитра. Пациенты под 80 лет. Ну и статистика – очень хорошая утилита. Изистат. Прошу прощения. Одну секунду. Ну, опять-таки, значит, методы исследования – это, значит, у нас исследования на аппаратуре. Вообще, какие методы исследования существуют в нашей Министерстве исследований на добровольцах, исследований на лабораторных животных, существуют также компьютерные методы исследования и создания математических моделей. И вот мы, значит, описали математическую модель теплообмена. Вот из такой формулы. И из такой тоже формулы. Значит, на основе работ Нобелевского лауреата Ландау и, в общем, что получилось. А получилось то, что, в общем-то, при введении препарата, так сказать, самотеком, он не может нагреться до температуры 37 градусов по Цельсию от комнатной температуры. Потому что прирост температуры максимальный. Максимальный прирост температуры. При максимальной глубине погружения иглы, при минимальной скорости введения, в общем, составляет 10 градусов. То есть, у нас, в общем-то, мы попадаем в изобарическую зону, а не в гипобарическую. Поэтому спинальная анестезия односторонняя, когда у нас идет восходящий поток, в этой ситуации невозможно. Отсюда, значит, надо нагревать препарат, как минимум, где-то градусов до 33. И, в общем-то, для этого мы использовали, вначале мы использовали водяные бани, потом использовали подмышленную область пациентов. Специально укладывали туда и шприц стерильный, и ампулу в полиэтиленовом пакетике, естественно. Потом это все аккуратненько, быстренько доставали, заряжали шприц и медленно водили. И вот эта исходная точка, так сказать, подогревания, она, в общем-то, вкупе с процессами естественного подогревания, доводили, в общем-то, препарат до кипово-барическое состояние. Но, опять-таки, каковы были клинические результаты? Очень хороший безболевой период. После, так сказать, введения препарата, после окончания операции. В принципе, клинический эффект подогретого блокоса, опять-таки, повторяю, блокоса, потому что бувонистинт тут не пошел, сравниваем с клиническим эффектом хирокаина, поскольку снижение вот этой константы диссоциации ПК-бупь-юкаина на 0,2 приводит к повышению фракции, поскольку это, так сказать, возводится... Это 10 надо возвести в степень 0,2, и получим примерно 60%. Ну, опять-таки, извините, сейчас мы, так сказать, немножечко перейдем к демонстрации. Видно демонстрацию? Хорошо. Ну, в общем-то, большой респект Роману Евгеньевичу Лахину, который, в общем-то, так сказать, на основании моих теоретических предпосылок, в общем-то, этот эксперимент воплотил в жизнь, как Эрнст Резерфорд. Ну, мы видим, что ничего ни с кем не смешивается, что образуются две фазы, что происходит разделение препарата подогретого. Он вводил подогретый препарат. Вначале выравнивались там удельные плотности раствора в этой стеклянной спине, потом вводился препарат, подкрашенный синькой в подогретом виде, и вот получалось то, что получалось. В принципе, в течение минуты мы видим распределение раствора. Далее идет его, значит, фиксация, экспозиция. Вот. И получается, в общем-то, односторонний спинальный блок. Сейчас мы продолжим с текущего слайна. Ну, опять-таки, феномен конвекции. Вот это вот уменьшение удельной плотности, оно ведет за счет подогревания не только к усилению, так сказать, клиников фармакологической мощности препарата, за счет чего, так сказать, нивелируется его дженерическое происхождение. Вот. А также обеспечивается односторонний спинальный блок, который обеспечивает гемодинамическую сабильность у этих пациентов. Самое главное, что там не было у нас ни гипотензии, ни гипотонии. Давление у нас где-то ниже 100 обычно не снижалось при среднем исходном давлении 160-го пациента. Ну, вот выводы. Спорные ли они, бесспорные, в общем-то, это уж решать, как говорится, время покажет. Ну, единственное, что повышенная трудоемкость, да, тут надо немножечко, так сказать, попотеть. Лишних движений делать. А, в общем, когда идет дежурство, когда болеет большой поток, больных как-то этого делать многим докторам не хочется. В принципе, я их понимаю. Выводы. Температура. Оказывает существенное влияние на физики, химические, клинико-фармакологические свойства местных анестетиков. При нагревании препарата до температуры тела, скажем так, ПК его раствора снижается, клинико-фармакологическая мощность улучшается, при этом препарат приобретает гипопарические свойства, за исключением буванистина. Нейроксиальные блокады с использованием оптимизированных растворов отечественных местных анестетиков, читайте, дженериков, в общем-то, имеют достаточно хорошие рабочие характеристики. Продолжение следует...